Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня у нас новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами нарисуем еще один очередной дизайн, который состоит из тонких линий. Девочки, моя глубочайшая уверенность состоит в том, что тонкие линии в дизайне ногтей это, в принципе, основное ваше умение. Если вы умеете рисовать тонкую линию, значит, вы умеете рисовать любой дизайн ногтей. Ну а ответы на то, как рисовать тонкую линию, как поставить руку на тонкую линию, что нужно для рисования тонкой линии, у меня есть в эфире на канале. Есть целый эфир о том, как же это делать. Поэтому посмотрите его обязательно, и у вас вообще не останется никаких вопросов. Ну а мы, как обычно, подготавливаем наши ноготочки. То есть, у нас выполнено моделирование, у нас опилен материал, у нас он запафлен, ничем не обезжирен, только убрана пыль. Пыль убрана обезжиривателем, но не для того, чтобы обезжирить, не для того, чтобы убрать жир с ногтей, да, а для того, чтобы просто убрать пыль. Поэтому вот этот вот момент, что мы обезжириваем ногти, это неправильная постановка вопроса. Потому что мы не обезжириваем, мы убираем пыль. Это можно было сделать не обезжиривателем, а, допустим, просто влажной салфеткой или просто спонжиком с водичкой. Все то же самое можно было сделать. Поэтому я не обезжириваю ногти, я убираю пыль. Ну и, собственно говоря, переходим непосредственно к росписи. Сегодня мы будем выполнять цветочки в стиле тату цветов, да. Вот тоже одно из новейших таких вот модных веяний в ногтевом мире. Это вот такие вот тату росписи. Эта роспись была взята с татуировки, то есть с картинки татуировки. Но вот этот вот момент с разукрашенным центром, если честно, я подсмотрела у кого-то из мастеров в инстаграме. Сейчас вот даже не вспомню, у кого я это видела, но где-то я это подсмотрела. Но даже вот эту вот подсмотренную идею я постаралась пропустить через себя для того, чтобы сделать именно свой образец. То есть не повторить образец, который я видела, да, не повторить те же самые цветочки, ту же самую цветовую гамму. А я все это пропустила через себя и сделала совершенно новый, не похожий ни на кого дизайн. Ну а мы, собственно говоря, чем занимаемся? Мы готовим для себя основу для нашего будущего дизайна. Мы нарисовали вот именно ту зону, которая у нас потом в конечном итоге будет цветной. Мы набрасываем сюда основы цветочков, которые будут частью нашего дизайна. В принципе, основной главной частью дизайна у нас будут вот такие вот цветочки. Ну и для того, чтобы полностью связать нашу композицию, кроме цветочков, мы добавляем еще добавочные элементы. В данном случае в качестве добавочных элементов я решила использовать листики от этих цветочков и небольшие вензелюшки. Совсем-совсем маленькие для того, чтобы, опять же, добавить нежности нашему дизайну. Для того, чтобы подчеркнуть его вот такую вот воздушность, я решила добавить такие вот вензельные конструкции. Опять же, эфир о том, как рисовать вензеля, тоже есть на моем канале. Поэтому, если вы его еще не видели, обязательно посмотрите. Но я так понимаю, большая половина моей аудитории подписывается на мой канал только после этого эфира. Поэтому, я думаю, вы практически все его видели. Девчонки, напишите мне в комментариях, есть еще те люди, которые не видели вот этот вот эфир. Ну, а мы тем временем, совершенно не спеша, расслабленно и получая удовольствие, составляем нашу композицию. Следим за тем, чтобы эта композиция красиво располагалась на нашем ноготочке, чтобы не перевешивала наш ноготь в ту или иную сторону, чтобы она органично вписывалась в форму нашего ноготочка, в нашу готовую длину, чтобы она подчеркивала вообще всю нашу идею дизайна и при этом с ней не ругалась. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и после того, как мы все-таки придумали, как же будет выглядеть наша готовая композиция, в принципе, она уже готовая. Теперь мы переходим к самому обычному любимому детскому занятию. Разукрашиваем нашу разукрашку. В том сегменте, который мы решили сделать цветной, мы добавляем оттенки, то есть мы закрашиваем полностью все элементы, которые находятся у нас в нашем ромбе. При этом даже фон, который находится в нашем ромбе, мы его тоже закрашиваем. Используем при этом цвет покрытия, который мы использовали на остальных наших ноготочках. Ну а для того, чтобы наши цветы смотрелись более живо, более интересно, более красиво, мы используем в разукрашивании технику акварели, то есть мы добавляем какие-то светлые пятна, все это аккуратненько растушевываем, чтобы у нас просто не был вот просто разукрашенный цветочек, а чтобы в нем появилась игра света, так называемая, да, чтобы у нас листики были живые, чтобы на них заиграли оттенки, чтобы это все более интересно смотрелось. Поэтому, девчонки, смотрите, одно правило в рисовании цветов. Чем больше оттенков в цветах вы используете, тем красивее и интереснее будет смотреться ваш готовый цветочек. Поэтому не бойтесь экспериментировать с цветом, то есть это вообще огромное поле для творчества, где вы можете проявить себя как мастер, то есть вы можете сделать цветик-семицветик, да, или еще что-то придумать, просто миллионы разных возможностей просто в разукрашивании вот таких вот цветочков. Девочки, если кто-то не умеет рисовать такие цветочки, вы все умеете клеить слайдеры, я в вас верю, поэтому вполне можно приклеить и его вот точно так же разукрасить. То есть приклеить любой абсолютно слайдер, нарисовать на нем любой абсолютно геометрический контур и закрасить то, что попадет в этот контур. Тоже будет очень симпатично. Поэтому и этот дизайн я отнесу в категорию простых и быстрых дизайнов для начинающих мастеров, потому что реально его можно переработать так, что с ним справится даже школьник, да, то есть совсем-совсем начинающий новичочек возьмет слайдер, приклеит его и разукрасит. Здесь совершенно ничего сложного. И вы все абсолютно, абсолютно все вы с этим справитесь. Я в вас верю, поэтому жду ваши работы в группе ВКонтакте, в Инстаграме по хэштегу повторю за шулу новой. Я чувствую работ по этому мастер-классу будет очень много, потому что эта работа просто взорвала Инстаграм, там очень много сохранений и безумно много лайков. Вам она очень понравилась, поэтому я думаю, что каждый из вас сядет и попробует. Девочки, обязательно попробуйте сделать это вручную. Если вы уже ну совсем не можете, то выход из положения я вам уже подсказала. Ну а у нас, в принципе, готов наш дизайн. Здесь мы решили еще немножечко поиграться с фактурами, поэтому мы перекрываем все ноготочки матовым топом, включая ноготь с дизайном, а потом ромбик, разукрашенный наш ромбик, я перекрыла еще слоем глянцевого топа, для того, чтобы он у меня засветился, для того, чтобы он выглядел более объемно и более интересно, как камушек. Вот, поэтому мы с клиенткой долго, конечно, крутили, каким образом нам это все перекрывать, но придумали вот такой вот вариант развития событий. Ну вот, собственно говоря, и все. На сегодня наш урок окончен. Девчоночки, я надеюсь, вам понравилось, я надеюсь, вы поддержите меня пальчиками вверх. Ну а мы встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok